итак смотри с вами . мы продолжаем играть за россию в бета-патче вектория 3 у нас уже последняя серия если вы еще друг не подписаны по каким-то причинам обязательно подписывайтесь а мы же продолжаем нашу партию и приводим ее я думаю к кому-то логическому завершение поехали и интересная ситуация мы пригласили швецию обратно в наш рыночек и появилось жесткое потребление автомобилей потому что в швеции уже стали что такое автомобиль нас и нет знали нас такого спроса не было теперь на нашем рынке появился спрос на автомобили забавно примере у нас не было именно производства автомобили наверное стоит начать почему бы и нет а еще перейти на супер жесткое производство гсм а у нас теперь есть двигатель внутреннего здравия загорания на вышках прелесть ну а давайте пожалуй по переключаем часть наших как раз таки заводов двигателей на машинке да сразу ой выгодно вроде как их делать и принципе расширим что двигатель что автомобили что потому что нам это это на самом деле нужно у нас рынке это практически единственные товары в плюсе еще кучу конечно в плюсе по цене остальное посреди на этот рынок прекрасно в таком рынке жить и все товары имеют низкую цену у нас появилось движение за мультикультурализм слушайте такое мы уважаем можем даже кого-то позвать да еще среди хочет он государственный атеизм это как то что можно вы как-то поиспользовать и теперь радикальных до радикалистов имеется этого не появится давайте попробуем сделать конечно промышленники немножко расстроиться буржуа православные расстроятся но почему бы нет о интересный факт италия наконец смогла объединиться правда без тосканы и вся она в рынке австро-энгрии было бы неплохо ее тоже к нам как-то перетащить но не уверен что получится вот технология которая должна нам дать денег и да надо этом денег но не так много как я надеялся в общем ну как есть нас эпидемия начинается это с шелком вот этого только не хватало берите автомобили нам нужны в городских центрах пол что же нужно автомобиль это мы просто дадим его автомобили и вот так вот мы резко баланс сделали нормально но да нам теперь нужны обычные двигатели но тут же займемся построим можно пока под импортировать хотя и так вроде как я думаю да импорт есть нужен но но я думаю будет расти если он выгоден будет а и нам говорят что с францией к нам это пришло что может бы право 10 на французскую палатность это мы должны им помочь конечно же смотрите-ка можем его же деньги 150 тысяч стоит исследование что шутите просто он только растет ладно соглашаемся на то что есть и получаем все баф на исследование экономику нас немножко грустно но надо понимать что это потому что мы строимся если что мы всегда можем просто уменьшить объем строительства и не хочу мы на наша экономика догонит как бы наш доход точнее догонит рост нашей экономики и как бы будет нормально вижу я не получится открыть культурализм принять но как есть предлагают нам давайте сделаем искусственный шелк мы его уже не сделали нет кстати говоря можно получить исследование либо не получать да давайте почему будет получить исследование на деньги конечно дорого очень безумно дорого о стоит того технологии все-таки дело важное и португальский камнисты побеждают португалию тынь и испанию поздравляем комрадов наших пока что нет но я думаю мы еще попробуем все-таки сделаю так сказать шаг конем вот сюда вот прыгнуть от это есть чтобы скажем так перераспределить набранная богатым классом они у нас ну прям очень богатый уже из причин что мы можем сделать царь дает согласия пройдено 1 блин это сильно что так можно сделать видели да то есть прикольно может сыграющих на короче попробовать выйти уже было бы забавно мульти культурализм дискриминация в нашей стране по моему полностью должна быть терпана все культуры принимаются я так полагаю все религии принимаются прелесть дискриминации в россии больше нет хотят у нас президентскую республику пробить этот же человек кстати говоря странно она у него безразличие хотел бы ты и старший атеизм блин я бы к старте из может сделал бы потому что это закон такой интересный по точке зрения что он даст нам минус силу православных и полностью задушит их практически не одна из групп которая вмешает нам а в союзы продвигать начнет пробовать вот это на самом деле гарантия свобод также нас неплохие баф и вот плюс лоя лоя листа и минус радикалы это будет по 25 процентов он реально очень много у нас уже будет нас так она бафов и я почему это делать может я хочу чтобы немножко отошли православное и мы нанесем им еще один или два удара а чем можно перейти на электровозу давайте это сделаем и если нам будет не хватать электричество мы его достроим хотя конечно не очень расстраивает что из электричества это локальный ресурс его нужно достраивать вот так они эти господи как же это неудобно и слушать у меня на прокала куча ивентов на плюс поддержку и реально скоро гарантия свободу примем прекрасно и гарантия свобод есть я могу наконец-таки бюджет вернуть в плюс потому что у меня текущем варианте из правительстве иначе легитимного не будет до этого я держал его так и давайте немножко выплатим наш долг сколько у нас долг 144 миллиона нормально переживем 82 тысячи процентами надо немножко до побороться с ним крестьяне нас уже 12 миллионов параллельность у нас просто средний на самом деле очень-очень мощный мы успеваем кое-как компенсировать то есть крестьянин было 15 миллиона часа 12 потихоньку все-таки успеваем давать работу даже с учетом роста населения ну не так-то и просто нам нужно просто строится на самом деле еще больше и концу решают торговое соглашение да давайте в целом не против восстановления отношений и совсем скоро мы доколоним африку я думаю будем убирать себе всю бюрократию колониальную можем наверное начать уже на вооруженные силы таки давайте нам тайную полицию но это вы такого не будет как строгие просто нужно привыкнуть либо и стройки законы безопасной улице это факт очень большая поддержка президентской республики давайте все-таки перейдем к выборам выбором кандидатам вы знаете или нет потому что это взорвёт православных с узнаем это там видите критический радикализм прямо сейчас они да вот таки захотят революцию попробовать одна это была плохая идея делаем вид что этого не было и знаете что я хочу хочу уйти от религиозных школ и делала конечно государственная школа поставить но давайте перейдем на частные хотя бы школы за хотя бы как-то лучше ситуацию с православными порах нужно все-таки ликвидировать как говорится в принципе должна уехать дверь не но не покажет еще держится сыграм можем немножко подбить просто повалять неров теории их должно пропасть достаточно влияние чтобы быть с нормальной группой да вот она получается остаются до пяти процентов и чтобы упасть не своим нужно четыре процента и меньше и черт эти ребята обиделись мягко говоря видимо что-то не усмотрел и они выпали из правительства они до этого вроде как были в правительстве все блоки и лада придется отменить и не назовет протисканинских коммунистов господин сколько же сломана эта игра абсолютно и поздравляю нас частная школа я все-таки смог пробить через некоторое время интеллигенты у нас должны быть сюда на коне а православное да православное далеко-далеко не на скажем так и они так и начали революцию как видите на грани все было ок я именно из-за этого и провести это все что ж как теперь насчет других скажем так интересных реформ а давайте попробуем только нужно придумать как нам сделать легитимное правительство они так-то блины просто в нашей ситуации и вообще вот эти ребята хотят однопартийное государство крестьяне хотят однопартийное государство кто я такое чтобы обречать своим крестьянам и можно было бы это действительно сделать это было бы как минимум забавно я хотел бы начать с этого потому что это горе очень жестко перераспределить там сразу имущество и это вот власть влияние которые имеют промышленники огромное просто новые дворяне скажем так передать в руки граждан попробуем это сделать сейчас хотя хотя я подумал если мы вдруг сможем сделать однопартийное государство то и советскую республику нам сделать будет теории не так сложно если я правильно понимаю как это будет работать давайте попробуем кроме того можно позвать себе агитаторов эти ребята помогут собственно говоря то 210 есть парень давай у нас кто-то у нас а радикалист но не хочется искать не давайте нам анархиста поиска и надо и я нашел вот обожание конечно не самый популярный мужик но есть и лукац и ждет один процент это мощь 85 тем как этот парень пришел но все нам просто нужно это срочно это все сделать поэтому быстрее авторитет хотелось бы еще наверное легитимное правительство сделать поэтому приходится мне сделать вот так вы компенсируя это чтобы у меня моя экономика не сгорела к чертям уменьшением постройки начину смерть действительно сделаем еще вот так наверное и этот минус мы уже можем принципе выдержать у нас еще три таких это можно дать если мы сможем все реформы сделать то это теория купится потому что у нас деньги должны опять в казну пойти ну и конечно же самое главное мы налоги вернем на нормальный уровень есть люди которые хотят сохранения но им не хватает поддержки немного немного но а это однопартийное государство хотят все и уже два раза мне пробует ивент вместо закона вот давайте 97 процентов утери делаем ну ну точно же должно прокнуть то ведь что олигархи вообще очень-очень грустные видимо у них совсем не осталось никогда прославит посмотреть с ними стало до с ним если настала 4 процента потеряли они всю свою мощь говоря не тоже настолько профсоюзы и интеллигенты что-то могут ну и и промышленники интеллигенты и профсоюзы с сериалами то есть то что мы хотим видеть хотя воруженные силы конечно мы тоже попозже остановим пока что они просто не очень хотят а не пока обиделись на то что мы секретную полицию увы ребята а вы вас проигнорируем да потом поможем и ребята однопартийное государство россия прекрасно прекрасно сказал я и легитимность наша да почему потому что у нас православная группа популярная с голосами соответственно что нам нужно нам нужно как-то теперь советскую республику делать нам нужно чтобы у нас в правительстве были интеллигенты это конечно да вам для пресса контролируется политическое движение а наш романов можно отречься у нас слушайте один процент лояльными становятся получили себя кучу лои листы за то что сделали это самое движение выполнили его и у нас хотя бы она стала неприемлемым да нужно теперь это именно монархи нам конечно же руинит надо с ней кончить это я замечу мы на самых низких налогах то есть все рисли брать налоги то у нас вообще но легитимность потому что что потому что я так понимаю у нас нету голосов если нас теория должна была быть абсолютно легитимность но так как у нас нету хотя бы даже одного голоса мы можем сделать однопартийный государство с монархией короче это просто не работает просто сломанный закон ну при монархии при любых теперь я так понимаю старостных этих вот принципов управления без выборов ой эрика должен начать движение советская республика давайте попробуем и поддержка сразу очень высокая то что нам и надо то что нам надо ведь месяц надо еще подождать черт сейчас подождем и да вот она промышленники немножко не одобряют наши выборов да но они объединены своими тиньками и не понимают значит однопартийная советская республика мы им скоро покажем 88 успех забавное число и революции нет смотрите они все-таки поняли что что-то не так потому что даже промышленники вступили в монархию вот что нас немножко подкосило я бы сказал и каждый тот факт что вот эти все ребята все еще имеют некоторую пластик скажем вообще очень я смотрю как это можно было избирать и если мы промышленников делаем а кстати у нас прошли выборы вот что нам нужно было сделать нам нужно просто подождать выборов и внезапно у нас через стопроцентная эффективность при одной партии промышленников во стране получается не иронично однопартийное государство крайне сильная тема я вам скажу потому что вы можете сюда запихивать партии и как бы да вам не очень приятно но я почти всегда вы можете и законы закинусь и самое главное даст если вас одна партия до 100 летит масти это очень сильно и видите откуда у вот этих вот еле живых политических групп они ну действительно это просто вот собрались отребья столько власти на революцию я не понимаю честно забыл факт у меня выкачал ивент на то чтобы 10 процентов снизить революцию и после этого она вернулась к тому чтобы набрать эту самую революцию понимание как-то сделали так что революция происходит не сразу может успеют они потерять еще больше власти хотя тут то вряд ли но блин это очень странные цифры вот это вот это их уровень власти умножить на 300 300 помешанную для тракториста деле 30 закон на рассмотрение я еще по отменял обратно авторитет освободил здесь потребительские налоги пресса на теперь быстрее революция видите там я понял получается идет моток рука походится и здесь плюс прогресс еще может быть это ивент который наоборот мне улучшит того зигмунд фрейд интеллигентов может ловить основными что эти ношения смысла мало я думаю вот и получается есть ивент который мешает то есть революция теперь вы можете реально попробовать равно сделать закон даже с революцией это реально имеет шансы но кстати говоря от меня сейчас советскую республику тоже опасно здесь высокий уровень радикализма будет то есть революция может начаться теперь обратно и немножко не супер интересные механики точнее как работающий очень клуба я пас его то что я говорил ведь минус пять процентов тысяч теории вы можете сильно этими ивентами точно протянуть чтобы все-таки закон принять нашим случае я думаю мы сможем и вот закон форуме уже в фазе согласия а иван романов так то правитель наш до за пять процентов правителя без проблем о историческое противостояние здесь есть шанс 50 на 50 или у нас соля армия поэтому больше шанс на минус пять я думаю до согласия доживем что 66 можно принимать и советская республика иван роман больше не правит нами сергей обид то пресс новый председатель россии советский союз прекрасный новый красный свет то у нас сразу по законам а ничего абсолютно ничего не поменялось по советская республика однопартийная но при этом все еще на свободной торговли свободная конкуренция коммерческое сельское хозяйство это так забавно но если что-то конец монархизма и есть рабочая республика из монархизма сменит я так понимаю у нас дворян у нас патернализма в общем что-то они сменят на элитизм что такое там было а вот что сделает народ революции скоро узнаем и придется терпеть еще пять лет в этой игре господи ребята она очень медленно идет как можете видеть и вместо скорее дальше идут теперь ребята агитировать за кооперативное владение и мои забавляться от капиталистов у нас но на ферме нет там уже во первых самое что главное тут капиталисты наши скажут вы чего ребята одну может 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 не надо но в целом мы уже дождемся родной революции и на этом все и для вас прошло несколько секунд для меня несколько часов буквально и свергли буржулавное праздник смотрите что можно теперь сделать власть советом анархия либо авангардист а я думаю взялась совет ну да здесь видите о чем мы говорили что не теряет и диалоги какие-то получают элитизм здесь в общем-то ничего супер интересного пятилетки это просто как вы можете видеть все представимся повышение уровня жизни если мы вот эти вот законы понимаем его повели еще на 25 процентов господи вообще это не сложно чтобы хоть что-то делал он бы рос я уже ближайшие 20 лет последний наверное ничего не захватываю ничего сам особо не строчит она раз что-то раскидываю легонечко и все это можно и закончить игра все еще супер сломана в конце очень 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 медленно и будет сможет восьмидесятых и по войне все еще словно и по дипломатии все еще сломанной просто ивенты сломаны не знаю все еще в релизной версии не пахнет меня была идея может делать м.п. там начале прохождения потому что как будто прикольно но опять потом начинается середина игры и начинаются какие-то конфликты битвы и ты видишь что игра просто ну не работает просто просто не работает играть в дамп не захочется потому что слишком много вещей сломаны и запрещать все подряд не хочется вот на этот дискуссия немножко другого характера не здесь это обсуждать вариме ребят плодовые обязательно подписывайтесь и учебки не подписаны лайки комментарии твис кругу все как обычно и до скорых встреч и пока